Досрочное завершение сезона В таких вот условиях Чем занимается тренерский штаб Чем занимаются игроки Чем занимается административный ресурс Начну с предпоследнего Игроки поддерживают форму Наверное это самое простое Ответить на данный вопрос сейчас Начну с простого Игроки поддерживают форму Это естественно в их же интересах Потому что следующий сезон Мы опять-таки на это все Очень надеемся начнется вовремя И не будет времени Для того чтобы приводить себя в форму Если вдруг кто-то ее потеряет Но часто спрашивают Про негатив В данной ситуации Я хочу добавить немножко позитива И для Прежде всего не только для баскетбола И для баскетбольного глобарма Но я думаю для всех контактных Игровых видов спорта И не только игровых Но в принципе контактных Это время Можно очень хорошо использовать С пользой для того чтобы восстановиться От каких-то повреждений От травм Мелких и не очень Но естественно В данной ситуации Не использовать это время Было бы неправильно Соответственно все игроки Они мало того что поддерживают форму Те кому нужно Восстанавливаются От травм Ну а наш медицинский штаб Он поддерживает Какими-то советами За состоянием Легионеров Которых я Насколько понимаю Тоже домой отправили Вы также следите? Мы следим За всеми Но не очень пристально Потому что надеемся Что во-первых Ребята все профессионалы Но и в целом Никаких Негативных Отзывов От тренерского штаба С которым мы общаемся Постоянно Все таки В первую очередь Это их работа Следить за тем Кто что делает И кто в каком состоянии Находится Никаких негативных отзывов О том что Кто-то не тренируется И наел Лишние килограммы Такого нет В принципе В домашних условиях Даже в замкнутых Пространствах Даже При условии Что запрещено В принципе Выходить из квартиры Можно держать себя в форме И нельзя сказать Что это какие-то Серьезные самоограничения Потому что Потратить калории Спортсмены знают как Комплекс упражнений Всем предложен Если кому-то Нужны были Какие-то Приспособления Которые Можем заниматься В квартире Они все это С собой забрали Более того Скажу что Практически У любого игрока У профессионала Весь этот набор инструментов Всегда с собой имеется Александр Васильевич Если Говорим о сезоне Который досрочно Был завершен Все-таки Какую-то оценку Общую хотелось получить По всем лигам В которых участвовала Парма Парма участвовала В двух турнирах Я имею в виду Основной состав Это Кубок России И Единая лига ВТБ В Кубке России Нам не удалось Побороться за трофей Но здесь были Объективные причины Более того В начале сезона Мы каких-то серьезных целей Не ставили перед командой Понимаем Что будет очень сложно Разорваться На Две На два турнира В которых Поставить себе Серьезные задачи И там и там Было бы достаточно сложно С нашими Возможностями Я имею в виду Сейчас Что у нас Нет Не было проблем С составом По крайней мере Если смотреть на концовку сезона Не было проблем С составом Но на два турнира Все-таки Нам не хватило бы сил И нужна была Дополнительная комплектация Поэтому мы все-таки В первую очередь Сосредоточились На результате В соревновании Веденной лиги ВТБ К сожалению Сказать сейчас Однозначно Ничего нельзя Потому что турнир Не завершен И наше Положение На момент Остановки Турнира Оно в общем-то Позволяет нам Смотреть в будущее С оптимизмом Но Сейчас все В сослагательном Наклонении Только Как было бы Если бы Турнир продолжился Не знает никто Есть несколько команд Которые недовольны Есть команды Которые Откровенно довольны Своей позиции По официальной Классификации Единой лиги ВТБ Мы заняли Восьмое место Уступив По очкам Зеленый Гури И Калеву Хотя Количество матчей Было собирано Неравное На две игры Калев Сыграл больше нас И оказался на пятом месте Хотя По проценту Побед и поражений Мы были На пятом месте И это был Тот результат Которого мы Все ждали В этом сезоне Но Не могли об этом Говорить Вслух Тем более После такого Начала И могу сказать Что команда Да Нашла свою игру Но сказать Что наш График матчей Был простой В концовке То есть Шесть матчей По крайней мере Задел Так скажем На следующий сезон Он такой Масштабный Получился Задел Получился Мы сделали Шаг Вверх И вперед И Я надеюсь В ближайшее время Карантинные меры Начнут снижаться И Международные федерации Баскетбола Начнут работать На сто процентов И уже будет Понятно Кто В какой Еврокубковый турнир Классифицировался И надеюсь Что нам Удастся В следующем сезоне Поучаствовать В одном Из престижных Еврокубков Александр Васильевич Ну здесь остается Только предположить Наверное Высвободившееся время С точки зрения Администрирования Позволяет Как-то взглянуть На команду И уже понимать С кем продлевать Контракт Кого бы хотелось Получить И может быть Из других команд Есть уже планы Какие-то О которых можно Говорить По крайней мере Мы уже частично Эти планы Притворили в жизнь Мы провели Контракты С Марексом Майерисом И с Адосом Мишкевичусом И Глебом Шейко Поэтому Работа у нас Уже по комплектации Частично проведена Какие-то Дополнительные Шаги В ближайшее время Ожидаются Но не такие Активные Как хотелось бы И связано Это прежде всего С экономической Ситуацией И ситуацией В связи С пандемией Коронавируса Соответственно Никто не знает Когда чемпионат Восстановится Сейчас Несмотря на то Что Звучали предположения Что цены На игроков Серьезно упадут Конкретно В данный момент Этого не происходит Запросы по-прежнему У игроков Вернил Их агентов Достаточно высокие Соответственно На данный момент Практически все клубы Как минимум В Европе Заняли ожидательную позицию И просто ждут Как будет Развиваться Ситуация Александр Васильевич А вот Опять же С экономической точки зрения Понятно ли Как себя будут вести Основные спонсоры Уже на следующий год В этом ключе Есть информация Этот вопрос В том числе Поставлен на паузу Потому что Сейчас Разговаривать О спонсорской поддержке Баскетбольного клуба Или любого другого Спортивного проекта Не совсем вовремя Поэтому в любом случае Нам придется дождаться Когда закончатся Вот эти серьезные ограничения Когда удастся Компаниям И бюджетам Посчитать То что у них есть Какие имеются возможности И соответственно Вернуться Уже в более активную фазу Переговоров По следующему сезону Я могу сейчас Обозначить То чего нам хотелось бы Нам конечно хотелось бы Иметь возможность Усилить команду Потому что участие Теоретическое Правда пока Не подтвержденное Ничем Но достаточно явное Участие в Европейском кубке Это всегда Дополнительная ответственность И хотелось бы Достойно представлять Пермский край На международной арене И естественно В Единой лиге ВТБ В том числе Сейчас наверное Уровень ожидания Не только наш Но и болельщиков И всех Кто за нами смотрит Уже От Пармы Он становится Выше Соответственно Мы хотели бы Этому уровню Ожиданий Соответствовать Александр Васильевич Спасибо вам большое За этот содержательный разговор Желаем Всяческих побед И удачи Конечно же И ждем Новой информации На связи со студией Был Александр Башминов Генеральный директор Пармы Но сейчас К нашему разговору Как я и обещал Подключится Один из игроков Команды Глеб Шейко С которым как раз таки И продлили контракт Приветствую тебя Ну Остаешься с нами Это уже радует Расскажи пожалуйста Как за вами Пристально или Непристально Следят В части Накурсанных Килограммов Если такое конечно Вообще возможно В случае с спортсменами Ну Насчет того Пристально или нет Наверное Скорее Непристально Потому что Каждый из игроков Отдает Себе отчет В том Что это его здоровье Это его работа Карьера и так далее То дело Которое он любит Соответственно Каждый следит за собой сам Ну и разумеется У нас есть Определенный комплекс Упражнений На каждую группу мышц И так далее Которые мы Стараемся ежедневно Выполнять Плюсом Каждый Может найти Для себя Наверное Что-то дополнительное В интернете Или связаться С каким-либо Другим тренером С которым он работает Индивидуально Поэтому С этим проблем нет Как вообще Справляешься С режимом Самоизоляции С ума Не сходишь На самом деле Времени с ума Сойти нет Так как Сейчас Такой период У меня Занимаюсь Дипломом Сдачей диплома Университета Соответственно Практически На протяжении Половины дня Занят этим Помимо всего прочего Еще занимаюсь Разумеется Подготовкой своей То есть Не терять форму Ну и конечно Сериалы ТВ Интернет Видеоигры С товарищами По команде Поэтому А сколько Кстати Времени Ты тратишь Именно на Физподготовку И как там Соседи реагируют Ну Соседи Не реагируют Наверное Никак Потому что Вопросов Пока еще не было Но я бы не сказал Что это Пятижи упражнения Которые мы делаем На протяжении Сего сезона То есть Это работа Без мяча Баскетбольного Без различного Гида прыжков И что-то в этом роде Поэтому По времени Наверное Трачу Не знаю Порядка часа Полутора в день По-разному Все зависит От того комплекса Который нам пришлют В целом Ты как думаешь Сложно будет Восстанавливаться Уже в полную силу Или нет Все-таки Столько времени Уже дома Ну Я на самом деле Не могу сказать Потому что В подобной ситуации Мы оказываемся В первые Но я думаю Что каждый Так как следит за собой Он наверное Найдет возможность Восстановиться Максимально быстро То есть Нужно будет Только немного Побегать Попрыгать И в принципе Я думаю Что каждый Будет более-менее готов К тому чтобы работать Летом Ну и естественно Хотелось бы от тебя Какую-то оценку По сезону Понятно что Не так как хотели Он завершился Причем Не так как хотели Вообще все из мира Баскетбола Но тем не менее Ну я бы наверное Дал оценку положительную Не знаю По 5-дебальному По 10-дебальному Шкале Я наверное Сказать не могу Понятно что Он закончился Не так как Все хотели Но Мы считаем Что свою задачу Выполняли На тот момент Максимально Максимально Хорошо И команда Находилась В очень бодром Расположении Дух Как тренерский Штаб Так как В том числе И игроки Думаю что И болельщики Думаю что Мы приложим Максимальные усилия Для того чтобы Как минимум Выступить не хуже На следующий год Так что Будем готовиться Будем стараться Пробеждать Глеб спасибо тебе большое На этом предлагаем Наш с тобой Разговор закончить Глеб Шейко На связи со студией был